мы показываем некоторую передачу да мы показываем некоторую передачу завета авраама его сыну и цхаку и затем его сыну яков смотрите другими словами здесь идет речь только о ком только евреи потому что я как он стал израилем от него произошли 12 колен израиля и все мы являемся потомками авраам и цхака здесь у авраама были еще дети и там еще не один мы мы знаем что одному из них было обещано что от него произойдет 12 князей это же все будет нормально до сегодняшнего дня это исполнилось правда эти потомки конфликтуют немножко с этими потомками ну извините у цхака были еще дети кроме якобы близнецы родились сразу близнецы и да когда мы говорим авраам и цхак и яков мы отсекаем всех остальных мы это не для этих это понятно что имеется ввиду когда говорится мы потомки авраама в новом завете и тогда каким-то странным образом вот то что было заповедано из хаку а ну вот сюда помещается она не вот сюда передается а вот сюда перемещается понятно чем мы потомки авраама и по обетованию кто наследники о наследники так и цхака давай сюда это теперь нам принадлежит понятно чем нет речь как-то это не уверена есть теория замещения новом завете написано что мы потомки того авраама по вере по вере стали его потомками и по вере же мы забрали у наследие у кого ну мы наследники где там наследие давайте его сюда на базу теперь она наша уже ничего не досталось мы уже у из каков все забрали ну если угодно и у я кого тоже мы заберем никаких вопросов нет все же по вере понимаешь по благодати по вере правильный ответ иисус так я пойду ты просто не согласен ты за сейчас понятно чем идет речь есть некое притязание потомков по вере на некое наследие если мы хотим разобраться в чем наследие если мы чего-то наследуем то нужно разобраться в чем состоит наследие я беру первую ступень обетование которое получил авраам еще до наступления завета дальше мы можем поговорить и посмотреть что будет происходить дальше в чем раскрывались эти обетования потому что не приобретали более конкретные формы там появляется еще земля очертания земли появляются сейчас мы будем обо всем этом говорить но меня пока интересует такая простая вещь можем ли мы претендовать на все наследие которое получил авраам ну это было на все они уже в общем то там им уже ничего не надо здесь там у них ничего не заберем наследие которое было у авраама оно было на этой земле понятно да он было на этой земле было обещано ему на этой земле и когда мы видим мы говорим мы видим я произведу тебе великий народ от кого от авраама благословлю тебя возвеличиваю имя твое будешь ты благословлю благословляющих тебя злоствующих тебя прокляну благословятся в тебе все племена земные то есть это очень личный завет это очень личный завет который бог заключает с авраамом обращаясь к нему это еще даже не завета это просто обетование это пока просто обетование которое бог говорит ему и только ему это понятно смотрите на такую простую вещь бог обращается лично к человеку послушай я даю это все только тебе никому больше потомство это тоже твое я произведу тебя потомство великий народ от тебя произведу он даже не говорит еще что будет с этим потомством он пока не говорит что он даст этому потомству он пока дает обещание аврааму говорит послушай я тебе тебе что-то дам а все так он дал ему а мы его друзья мы братья все значит он дает это всем он скажет вы не поняли что вы мои братья все хорошо отлично но да он кому это все мне юра тебе только тебе ни с кем не делись пока понятно о чем идет речь то есть бог обращается юрий юра я дам тебе так что мы там получили так кто получил юра или все мы юра бог обращается к юре и говорит юрочка я тебе дам вот это вот это и вот это тебе ты понял 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 хорошо отлично момент такой тяжело пережить я не бог поэтому расслабься я просто как пример принимать поверь не уверен что из этого что-то получится и еще раз когда бог обращается лично к человеку то другие ну с трудом могут претендовать на то что этот человек получил от и пока мы видим очень личное обращение к аврааму и обетование которое бог дает кому аврааму запишите это то что бог обещал как это ни странно аврааму и больше никому пока больше никому все нормально все только ему любимому и больше никому и если вы хотите поверенно что-то претендовать это все равно что забирать у юры понятно всем у него много не заберете здесь понятно ку-ку хорошо двигаемся дальше и взял авраам с собой сару жену жену своего и имение которое он приобрел и всех людей которые они имели в хране и вышли чтобы идти в землю хананскую и пришли в землю хананскую пришел авраам и прошел авраам по земле сей до места схема до добра во море в этой земле тогда жили хранеи и явился господь аврааму и сказал потомству твоему адам я землю сию и создал он там жертвенник господу который явился ему ему это еще не нам это еще не нам потомство пока но здесь появляется обетование дам землю сию ну какую-то землю какую еще по большому счету не очень понятно понятно да что еще не понятно вот он пришел ну ну представьте авраам выходит из ура идет до храна отсюда он приходит в какую-то землю да и тут в определенный момент времени вот здесь в этой точке бог говорит я тебе дам эту землю какую какую всю какую всю с какой с какой с какой точки вот это вот эту всю вот эту всю а вот сюда сколько а сюда сколько а сюда сколько 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 это всю а А? Ему не важно было. Вообще он ничего не ожидал. Он пошел куда-то, говорит, иди. Но именно на перекрестке пошел налево. Пошел до перекрестка, пошел налево. Вот шел он с перекрестка налево, дошел до какого-то места, остановился там, и тут Бог говорит ему, говорит, эту землю дам тебе. Вот эту. А какую эту? Понятно по тексту, какую землю? Нет, непонятно. Он, собственно говоря, не ожидал, что дадут. И причем не ему, а его потомству. И непонятно, какому потомству. Его детям? Нету детям. Ну, может, тогда его внукам? То есть, ну, вообще непонятно. Внукам, правнукам, детям, кому дадут. Еще никого нету. Но обещали произвести, а потом потомству. А какому потомству? Еще непонятно. Непонятно, какую землю. И непонятно, к какому потомству. Ну, тут Авраам быстро, на всякий случай, что делает? Делает жертвенник. Он говорит, поставлю-ка я здесь. Жертвенник. Мы не знаем, на самом деле, какая форма была жертвенника. Из чего он состоял? Из одного камня? Навряд ли, да? Или можно было из одного? А? Небольшой или большой камень. А как на нем жертву приносить? Сжечь на камне? Это же какой камушек должен быть, чтобы на нем костер развести? А, уже после. Много камней. Тогда не один, а много. Так, все понятно. Итак. Во-первых, мы не знаем, какую жертву он приносил. Тельца. А это есть ли телец? А есть ли ягненок? Или голубь? Или муки? Или зерна? Какую жертву он приносил? Пассажир. Ну, я думаю, что мы можем предположить, если он ставил жертвенник, то он для чего-то это делал? Ну, смысл поставить жертвенник и ничего туда не положить. Но мы не понимаем, какого размера был жертвенник. Мы не понимаем, сколько труда ему пришлось вложить. Мы не понимаем, какая была жертва. Вот, к примеру, но когда он вышел из ковчега, он принес жертву. И написано, жертва какая была? Это все сожжения. Из всех чистых животных. То есть, он принес жертву все сожжения. И тут мы можем предположить, здоровый должен быть жертвенник, потому что животных-то было много, и были в том числе чистые животные и большие. И поэтому жертвенник уже был там нормальный. Поскольку написано все сожжения, то понятно, что ему пришлось готовить дрова. И дров надо было заготовить немало. Понятно, да? А после потопа они, наверное, еще были мокрые. То есть, ему пришлось совершить какой-то определенный труд и достаточно большой. В этом случае мы не понимаем. Но мы понимаем, что человек, он для чего-то ставит жертву. Он для чего-то ставит жертву. Он приносит жертву для чего-то. Жертва не приносится ради самой жертвы. Понятно, о чем? Жертва указывает на то, что есть что-то большее, с чем я готов расстаться для того, чтобы получить что-то большее. То есть, я расстаюсь с жертвой для того, чтобы получить что-то большее, что ценнее для меня. То есть, жертва указывает на то, что есть какая-то ценность для меня. И я готов расстаться вот с этим для того, чтобы получить то, что я ценю еще больше, чем эта жертва. И Авраам, он совершал какой-то труд, построил жертвенник. И, судя по всему, если он построил жертвенник, то жертву надо было какую-то на нем, наверное, принести. Он что-то проделывал для чего-то. Для чего? Для того, чтобы получить большее. Он говорит, я дам тебе землю. А он говорит, так, отлично. Если я сейчас принесу жертву, земля будет побольше. За что-то он принес, да? За что? Принес за что-то. Наверное, за то, что Бог явился. О, оказывается, жертва могла быть. Просто жертва. Все пропало. Так, все нормально. Там все произойдет без всех. Там нормально. Там разберутся. Все будет хорошо. Итак. жертва, оказывается, может быть, жертвой благодарности. Но жертва благодарности указывает на то, что то, что мы получили, мы это ценим. Мы это ценим. Это ценно для нас. Мы ценим то обетование, то обещание, которое мы получили, и мы приносим жертву благодарности. Указывая на то, что это ценно для нас. Когда Ной принес жертву всесожжение, он принес жертву для того, чтобы что-то получить? Нет. Он вышел из ковчага, смахнул под солба и тут же построил жертвенник и начал что-то приносить. До этого он строил жертвенник? Нет. А Бог его спас? Да вы что, без жертв? Вот так вот просто? Можно сказать, бесплатно? Ничего ему не надо было от бедного Ноя? Мог же что-то потребовать от Ноя сказать? Слушай, Ной, я тебе заранее предупредил о неприятностях, которые будут. Дал тебе время к ним подготовиться. Да? Потом, в общем-то, завел тебя внутрь и закрыл за тобой двери. Я тебя спас? Ну, можешь было как-то по-нормальному договориться со мной, чтобы я все это для тебя сделал? Ну, дать мне что-нибудь? Понятно, о чем я говорю? Это принцип язычества. Дать наперед, чтобы Бог был должен. А Бог никому ничего не должен. Все, что мы получили, мы получили прежде. Никто не может ему дать чего-то, чего бы прежде не получил от него. Поэтому здесь все нормально. И когда он выходит из Ковчега, говорит, слушай, хотел тебе сказать, что? Спасибо. Говорит, я хотел тебе сказать спасибо. И устроил жертвенник, и принес жертву в сердце сожжение. И очень любопытный момент. Вот этот мне особо нравится. Бог обонял приятное благоухание. А что было приятного? Запах паленого мяса? А оказывается, благодарность. Понятно, да? Я думаю, что Богу не нравится, в смысле, не доставляет эстетического удовольствия и радости запах паленого мяса. У него с обонянием нормально. Если нам не нравится, то я думаю, что он тоже особого удовольствия не получает. Но благодарность – это то, что доставляет ему удовольствие. Ему это что? Понравилось. И это настолько ему понравилось, что он заключил завет с Ноем. И в этом завете до сих пор ходим мы. Понятно, да? Отлично. Отлично. Итак. Он поставил жертвенник. Да? И оттуда двинулся к горе, на восток, от Вифиля. И поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, Гай на восток, и создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа. Нормально, да? Он двинулся. Пришел. Точное местоположение указано. Что на запад? Что куда? Встал там, и говорит, эй, построю я чего? Еще один жертвенник. И призову имя Господа. Хорошее дело. А в ответ? Ну, во всяком случае, не написано, что Бог явился ему, что-то сказал. То есть, он что-то сделал. А что получил в результат? Ничего. Смотрите, первый раз Бог является ему, и говорит, слушай, выходи. И он что сделал? Вышел. Второй раз Бог является к нему, и говорит, послушай, эту землю дам тебе. Он говорит, отлично, жертвенник. Ты мне землю, я тебе жертвенник. Потом он перемещается на другое место и говорит, поставлю-ка я здесь жертвенник и призыву имя. Поставил, призвал, а в ответ? Ну, мы ничего не можем сказать. Может, что и было, но Библия нам об этом ничего не говорит. То есть, Бог ему не говорит, и эта земля твоя. И еще что-то не пообещал он ему. Ну, как-то ничего не произошло. И поднялся Авраам, и продолжал идти к Юго. И был голод в земле той. И сошел Авраам в Египет, пожить там. Потому что усилился голод в земле той. Понятно, да? Ушел Авраам. Куда? В Египет. А это его земля была? Нет. Ну, поскольку он не знал, где же заканчиваются пределы его земли, поэтому он пошел в Египет. Когда он приблизался к Египету, то сказал Саре жене своей. Вот, знаешь, что ты женщина прекрасной видом. То есть, до этого не знал, а сейчас знает. И когда Египет не увидит тебя, то скажет, это жена его, и убьют меня. А тебя оставят в живых. Как же ты без меня будешь? Скажи же ты мне, сестра, чтобы мне было хорошо ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. По-моему, он что-то боялся за свою жизнь. Нормальный страх. И, по-моему, он не совсем хорошо поступил. По-моему, не совсем. Или совсем. Я знаю, сестрам, как правило, не нравится этот поступок Авраама. Возложил на нее всю ответственность за свою жизнь. И было, когда пришел Авраам в Египет, и египтяне такие увидели, что она женщина весьма прекрасная. 65 лет где-то ей было. Хорошо выглядело, сохранилось, согласен, отлично. Увидели ее вельможи фараоновой и похвалили ее фараоной. И взята была она в дом фараона. И Аврааму хорошо было ради нее. И был у него мелкий, крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона дом его за жену Сару Аврааму. И призвал фараон Авраама, и сказал, что ты это сделал со мной? Для чего ты не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя, и взял я ее себе в жену. Теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что было у него. Скажите мне, пожалуйста, откуда фараон узнал, что это его жена? А где тут написано, что он боксовал? А? Догадался. Нормально. Ну, слушайте, у него там, как вы думаете, у него одна вообще была жена? То есть он именно жил холостяком, пока не пришел Авраам в 65-летний сарай. Это за то, что он сделал. Скажите мне, пожалуйста, у вас бывают неприятности? А вы всегда знаете за что? Не всегда, да? Почти всегда не знаем. Ну, иногда знаем. Некоторые из нас иногда точно знают за что. Ну, видать, очень хорошо сделали, запомнили. И потом точно знают, когда оно пришло. А, таки да. Таки за это. Понял. Ну, понятно, что фараон был не в курсе. Он же не в курсе был, что это жена Авраама. И смотрите, что происходит. Он берет какую-то женщину в дом к себе. И начинаются неприятности. Может, это из-за нее, может, не из-за нее. Но откуда он знает, что она его жена? Тут он говорит, слушай, ты чего мне не сказал? Говорит, что ты не сказал? А откуда он знал, что этот ему не сказал? Оказывается, может, Ларчик просто открывался? А что они могли увидеть, когда она уже была? Может быть? Может быть? Я же не утверждаю, что этого не было. Вы, пожалуйста, в микрофон говорите, а не друг с другом. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром. И был на время в Гераре. И сказал Авраам о саре жене своей. Она сестра моя. И послал в Эмилех царь Герарский и взял сару. И пришел Бог к Эмилеху ночью во сне и сказал ему. Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа. Здесь понятно, что Бог что сделал? Пришел и говорит. Так, парень. Ты попал. Умрешь за эту женщину. Потому что у нее есть кто? Муж. Это история вторая. И здесь написано, что Авраам сказал о саре, жене своей, что она сестра моя. И я думаю, что он с сарой провел политработу, что ты же смолчи. Не так, как в прошлый раз. И здесь видно точно, что Сара ничего не сказал. Потому что Богу пришлось прийти к Эмилеху, и Бог сказал ему. И написано, что Бог сказал. Умрешь. А в первый раз ничего не написано. Но откуда это фараон? Что делал? Узнал. Это просто опять вопрос догадок. Я обращаю ваше внимание просто на то, что читайте внимательно и задавайте иногда себе вопросы. А что это? Откуда ему стало известно? И, возможно, вот такой вариант ответа. Могла сказать Сара. Понятно. И поднялся Авраам из Египта, самая жена его, и все, что было у него, и вот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. Ну, жизнь удалась, короче, в пустыне. Где это все тратить, непонятно, но все было. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был Шатеревым, между Вифилем и между Гаем. До места жертвенника, которое он сделал, там в начале, и там призвал имя Господа. И у отца, который ходил с Авраам, также был мелкий и крупный скот, и Шатеревым. Итак, он приходит куда? Куда он приходит? К тому месту, где уже что был? Да. Но он пришел к месту жертвенника. К месту, где был, первый. А написано, что там жертвенник стоял? Нет. А написано, что он приносит жертву? Написано, что он приходит в то место и что делает? Призывает имя. А в ответ? Тишина. Ну, мы можем только догадаться. Но не написано точно, что говорил. Не написано? Нет, не написано. Что призвал, написано. А что ответил, не написано. И дальше мы знаем спор между Лотом, пастухами Лота и его пастухами. И Авраам поступает по-мужски, говорит, выбери себе то, что тебе больше нравится. И 14 стих. И сказал Господь Авраам. Опять инициатива кому принадлежит? И сказал кто? Авраам призвал его? Нет. Он поставил жертвенник? Нет. Бог просто говорит, так, после этих пришествий, Бог опять сказал Авраам. Бог хотел общаться с этим человеком. И принадлежала инициатива этого общения, пока мы видим, кому? Бог. И Бог говорит ему. Возведи очи твои с места, на котором ты теперь. Посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Всю землю, которую ты видишь, тебе дам. И потомство твоему намекни. И сделай потомство твое, как песок земной. И если можешь сочетать песок земной, то и потомство твое будет, сочтено будет. Встань, пойди по земле сей, долготуй ширину ее, ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам шатер, и пошел и поселился у добра в Мамбре, что ныне в Хевроне. И создал там жертвенник Господа. Опять он приходит в Хеврон, опять он ставит там жертвенник в ответ на то, что он услышал. И здесь уже как бы говорится некоторая вещь. Он говорит, посмотри вокруг, и все, что ты видишь, я дам тебе. Или потомство. Но понятно, что Авраам не сильно обладал при жизни вот этой землей, что все-таки потомство получил. Он в потомстве получил эту землю. Итак, границы очерчены. Приблизительно, 7-8. И где-то, он говорит, ты находишься приблизительно в центре твоего будущего владения. Можешь походить по нему, долготу и ширину. Можешь посмотреть на него. Где-то вот здесь вот, вот это где-то будет твоим. То есть, Бог обращается к нему, после того, как он расстается с Лотом. Наконец-то он остается. Наконец-то Авраам остается один. И после того, как наконец-то Авраам остался один, Бог начинает опять ему говорить. И он говорит ему, сделай потомство твое, как песок земной. До этого это было? Где? Когда он обещал, что он? Великий народ, да. Умножить, да. Великий народ, да. Но здесь он говорит, сделай потомство твое, как песок земной. Если кто может сочетать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Удивительно, да? Он говорит, много будет, так что никто никогда не посчитает. Говорят, что нас мало. Но на самом деле, оказывается, нас было очень много. И еще много будет. Так что никто не посчитает. Понятно, да? Были народы на то время, которые были намного многочисленнее нас. Ну, тогда вообще Авраам. Но от него, говорят, будет столько, что никто не посчитает. И Авраам сказал, слушай, есть пацаны уже на сегодняшний день, которых много. И они же имеют возможность размножиться еще больше, чем я. Но о многих народах мы просто ничего не знаем уже. Нету таких народов. Нету. А евреи до сегодняшнего дня? И это просто исполнение обетований. От одного человека он произвел великий народ. От одного. И до сегодняшнего дня мы сохранились, как этот народ. И еще, пока есть эта земля, мы будем еще наполнять ее. Аминь. И это часть того обетования, которое получил Авраам. Пере-ре-рых. Пере-ре-рых. Продолжение следует...